Ну что, какие планы на выходные? Да в танке рубиться буду. На дачу. Рассада уже заждалась. А я сериал досмотрю. А я на маникюр записалась. Ребята, притормозите. Сегодня ж четверг еще. А пятница? А пятница завтра. Давайте дождемся ее вместе. Все, что занимало ваши мысли на этой неделе. Все, о чем писали, но вы забыли прочитать в СМИ. Ваши жалобы, предложения и комментарии. Прямо сейчас в проекте «Завтра пятница». Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Привет-привет. Здравствуйте все те, кто, возможно, потерялся в рабочих буднях и забывает какой день недели. Мы скажем, что сегодня четверг, а завтра пятница. Добро пожаловать, друзья, в студии Ярубин Александр, мои коллеги Виталий Михайлов и Нина Витковская. И уже сегодня по традиции, которая у нас сложилась в четверг, мы будем обсуждать все темы, которые нас волновали, радовали, расстраивали. И, конечно же, не только нас, но и вас. Да, да, поэтому тоже будем призывать вас к прямому диалогу, чтобы вы звонили нам в студию, сообщали какие-то свои интересные факт-моменты, чем-то делились, кого-то поздравляли. 62-80-30-6-2-8-8-0-3-0. Вот так вот, если бы понятно. Я могу сразу сказать, очень приятно, что вы нам звоните не только во время прямых эфиров, но и непосредственно нам в редакцию. И вот, допустим, сегодня, несколько часов назад у нас в редакции звонок прозвучал, и один из местных жителей Пскова пожаловался, жаловался, что с 1 января у нас изменилась система передачи информации, потраченной электроэнергии. Теперь надо самостоятельно сообщать. Раньше это у нас как было? Квитанцию кидали в почтовый ящик. Ты там циферку видишь и платишь. Все, никаких проблем. А теперь надо смотреть на свой счетчик и сообщать уже непосредственно эти данные. Вроде бы все просто, на самом деле. Но, друзья мои, я попробовал сам заполнить эту квитанцию и не разобрался. Потому что есть у энергетиков, оказывается, не просто две позиции, где есть текущие данные счетчика и прошлые. И разницей между ними является нашей оплатой. Пока мне все понятно. Продолжай. Так там четыре позиции. Там есть текущие, 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 предыдущие, предыдущие. Я не очень разобрался, как это заполнять. В итоге попробовал методом тыка научного это сделать, но система не приняла. По крайней мере, мобильный банк, да, онлайн, где я заполнял. В общем, не смог я заплатить. Я могу сказать еще об одной проблеме, которую нам как раз житель Пскова раскрыл. Можно позвонить по телефону и передать показания, но есть одна проблема. Звонишь по телефону, там или занято, или просто трубку не берут. Или обед, да? Как понимаю, телефон это 59-79-79. Да, и нашего радиослушателя просто возмущает, что номер один на огромный город Псков, и все, естественно, пытаются в 20-х числах туда пробиться и передать эти показания. К сожалению, вот за несколько часов до эфира нам не удалось связаться с энергетиками, но мы попробуем это сделать к следующему четверду. Я думаю, что вообще эта тема интересная и стоит как-то ее побольше рассказать в наших эфирах, потому что с показаниями постоянно что-то происходит. Недоплаты, переплаты, пение, а как мне пересчитать, если я ошибся на цифру, и мне посчитали по этому показанию, могу ли я вернуть и получать... Да, может быть, и просто забыл показания передать. Я вот постоянно забываю. Ты не упомнишь, я тоже сама ловлю себя на этом, что в 20-х числах нет-нет, да и забуду то воду передать показания, то свет не отправлю, еще что-нибудь. Да, но, честно говоря, не знаю, как вас, а меня отревожила погода на этой неделе. Как-то холодно, неожиданно. Два дня еще дождей. Кроме дождей, вот этих надоевших уже всем холодно. Мы сегодня связывались с Талой Геннадьевной, начальником нашего гидрометеоцентра. Гидрометеоцентра, она сказала, после 29-го 10 дней будут теплые, дождей не будет, и все будет хорошо, наконец-то придет лето. А вы не помните, что она месяц назад говорила? Давай верить в лучшее, что так оно будет. Просто некоторые люди уже не смогут посадить картошку в этом сезоне, поскольку все мокро, на низких участках все затоплено водой, и проходит время, собственно, посадки. Если посадишь в июне, уже может не вырасти. Почему посадишь в июне, но поедешь не к сентябрю, а к октябрю? Знаешь, Саша, у меня сейчас на даче на пристани вместо огорода водоем. Туда можно закидывать семена, и они будут плавать. Но вот посадить как-то совсем не получается. Друзья, ну зачем картошку? Говорю, посажайте рис. Давайте эти погоды диктуют нам, что сажать. Кстати, сегодня по народным приметам надо было сажать огурцы в открытый грунт. Но пока я могу только в открытый водоем посадить огурцы. Сразу не забудь посолить, сразу будут соленники. Друзья мои, давайте отдавать долги, потому что в предыдущих двух программах нам поступали звонки, и люди из-за почки, замечу, задавленные вопросы. Удержат под особым контролем. Ну, я же обещал, вот теперь отчитываюсь. Так, итак, доклад Виталия Михайлова. Поехали. Внимание. По доске подпольщиц Раи Гавриловы, которая висит рядом с мусорными баками. Ну, на самом деле, расстояние от мусорных баков до доски достаточно приличное. Нельзя сказать, что это вот прям рядом-рядом. То есть, вот доска и вот урна, нет? Там по-другому. Ну, там метров 20-25, я бы сказал, до стены дома, где висит доска. И доска установлена правильно. Дело в том, что именно на этом месте стоял дом, в котором жила-то подпольщица. Где ее еще вешать, непонятно. Поэтому, как мне сказали в администрации городского поселения Апочка, ну, смысла перевешивать куда-то нет. И рядом с каким-то подъездом она будет смотреться тоже странно. Если перевесить на другую сторону дома, вот где подъезды какие-то, где люди входят в дом, ну, она будет смотреть на унылое здание, заброшенное в военной части, что тоже, наверное, не очень хорошо. Еще осталось две стороны здания сейчас. Значит, нет, а если перенести урну? Самые мусорные сооружения. Ну, понимаешь, тут скопление многоквартирных домов именно на этом участке. И поэтому урна достаточно удобна. Как мне сказали в городском поселении, там урна выглядит прилично. Нет ни запаха, уже это не те старые заброшенные урны, да, разваливающиеся, ржавые. Которые же горшочек не вари, хочется сказать. Да, да. Ну, а уже о том, как они переполняются, понятно, следят коммунальщики. Ну, и, кроме того, друзья, ну, если вы дорожите этим местом, если вам обидно, что вот рядом доска памятная, ну, тогда не бросайте пакеты. Если вы видите, бак переполнен, не оставляйте пакеты рядом, не знаю, несите куда-то еще. В соседнюю контейнерную площадку. Может быть, может быть. Ну, подождите до вторника. Во вторник вывезут, все выкинете. Так, насчет улицы... Ну, не ему, он просто переживает, что... Нет, в основном ему, потому что насчет лип мнение разделилось. То есть кто-то, наоборот, говорит, что давайте сохраним липу, потому что насаждение-то очень красиво, пусть у нас же город будет зеленым. Липа находится на дороге, она принадлежит муниципалитету, ну, вот рядом с домом. Липы не в аварийном состоянии, как мне сказали, в муниципалитете, поэтому смысла спиливать их нет. Наоборот, сказали в городе мне, что мы сейчас за каждое дерево спилено и отчитываемся очень сильно, потому что... Ну, мы знаем Попскову, да, если, не дай бог, спилят, тут начнется такой вой. Понятно, Фабрициуса, да, уже войны были. Тут-то основной вопрос-то был в другом. Действительно ли эти липы угрожают проводам, которые идут по улице? Ну, любое высокое дерево, наверное, в той или иной степени угрожает проводам. Ну, что ж теперь, все, что ли, срубать? Если оно не аварийное... Аварийное, если оно не аварийное, само дерево не пилит, спиливает ветки, нависающие над проводами и угрожающие как-то им. Ну, ответ понятен, этим липам быть, они ничего страшного проводам не сделают. Ну, и самый, наверное, проблемный участок улицы Ветеранов, улица Ветеранов-6, это яма. Действительно, она многие десятилетия, там рядышком канава. Это уже практически местная достопримечательность. Да, но грейдер проходит, но никаких, собственно, изменений, кроме углубления этой ямы, не происходит. Мне сказали в городском поселении, что ежегодно подсыпают эту яму, но куда-то песочек каждый год постепенно... Уплывает. Нет, подожди, ты не делай большие глаза, не вывозят его из этой ямы куда-то на другой участок. Он уплывает в соседнюю канаву, подозревают в городском поселении. То есть не держится песок на этом месте. Как на некоторых дорогах Пскова не держится асфальт, так тут песочек не держится, понимаешь? Есть такие места у нас. Ну, и вот единственный радикальный вариант – это асфальтировать улицу Ветеранов. Когда же, может быть, за асфальтировать эту улицу? Скажу я вам, наверное, никогда, потому что улица очень маленькая и не самая проходная, поэтому смысла никакого там нету, вливать туда такие деньги. Добавить, не знаю, квоту песка. Может быть, знаешь, уже там кирпичики в этом месте положить. Опять же, мне сказали в городском поселении Апочка, что, извините, вот в первом полгодии не предусмотрено, а вот во втором мы посмотрим. Если у нас деньги будут, тогда мы подсыпем эту яму. Так что, уважаемые жители улицы Ветеранов, ну, потерпите. Что ж остается? Да, да, и следите. Потому что мы тоже тут терпим из-за дорог, правда, друзья? Мы хотели как раз эту тему и обсудить сейчас. Да, из-за дорог, конечно же, возникает много вопросов, особенно вот у нас прошел сезон дождей, я надеюсь, что он заканчивается, да, и действительно многие дороги из-за обильных осадков пострадали. Ну, особенно это актуально для районов, и очень многие жители жалуются, что не проехать к своим дачным участкам, к своим деревенским домам. Например, многие люди, которые живут в Пскове или в Санкт-Петербурге или Москве, а летом приезжают в Псковскую область, уже приехали, и понимают они, что сложно добраться до своей деревни или вообще не добраться. Они-то, может быть, на своих джипах и добрались, да, до деревни. И окончательно разбили уже неющиеся дороги. На самом деле так произошло в Великих Луках, где за телевышкой, как пишут, вот именно такими джипами, внедорожниками, которые там соревнуются, не знаю, что за соревнования, может быть, какие-то подпольные, да, разбили дорогу, что теперь ни скорой не проехать никому. В Невеле то же самое пишут. Вот такая дорога, ну, тут есть фотографии, на улице Северная, ну, собственно, мы видим какие-то борозды наезженные, грязные. Ну, я вот смотрю на фотографию, если туда человек встанет, он выше колена точно провалится в эти колеи. Да, но у нас же есть проблемы и с асфальтом, да, мы знаем, что после весны местами сошел асфальт, сейчас дороги активно ремонтируют. Как сегодня сказал губернатор Михаил Ведерников в своем годовом отчете о деятельности администрации области, 400 километров дорог отремонтируют в этом году, это на 50 километров больше, чем в прошлом. В прошлом году. Да, да. И доля дорог, вы удивитесь, в нормативном состоянии в регионе теперь в составе, знаете, сколько угадаете? 44. Нет. Сколько? В настоящий момент это 34 процента. Но да, если отремонтируют эти 40 километров, то на 10 процентов подскочит. Подскочит, да? Но надо же еще учитывать, что предыдущие-то изнашиваются. Это да. Это да. А еще ремонтируют так, что зачастую приходится переделывать, снимать асфальт по новой, и мы видим сегодня с вами вот эти места, где нет асфальта, но вроде бы едешь, да? Казалось бы, круг на Леона Пазерского труда сделали только-только. Там чуть ли не ленточку перелезали, через полчаса уже сняли асфальт. И у нас есть, по-моему, на связи человек, который как раз-таки пострадал по этому поводу, прокатился, так сказать, на новом, оказавшемся старом асфальте. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте, здравствуйте. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, как же так произошла ситуация? Что у вас случилось? Случилось то, что я направлялся со стороны Льва Толстого в сторону Октябрьского проспекта по улице Вокзальной, где-то со скоростью 35, наверное, 40 километров в час. Не увидев никаких обозначений, знаков, что идет ремонт дороги, я попал в яму. Последствия вообще контакта с ямой – это оторванный стакан передний правый, это замятый масляный поддон снизу, ну и пострадала еще подушка двигателя. Во сколько примерно обойдется ремонт? Я боюсь предположить, но думаю, что от 10, наверное, тысяч рублей. Неприятная ситуация. То есть подвоха ты такого не ожидал на этой дороге? Вообще не ожидал, потому что там, знаю, что был недавно положен новый асфальт, как вы уже сказали, и подвоха ночью как такового не ожидалось. То есть ничего не обозначалось? А там был открытый люк или просто провал асфальта? А там был провал асфальта, засыпанный щебнем, и был, получается, съезд в яму, грубо говоря, и подъем в яму. И вот в эту яму я и попал как раз. Ну, видимо, это подрядчики переделывают то, что не смогли сделать вовремя качественно. Да, но забывают об этом ставить знаки, что переделывают. А я вот не знаю, нужно, если засыпанная яма, до уровня асфальта ставить знаки? Но у нас здесь ситуация не до уровня. Да, Дмитрий. Яма была не полностью, получается, засыпанной. И там, вот как я сказал, что и съезд, и подъем из этой ямы был. Но это очень все было, так сказать, заострено. Ага, Дмитрий, а вот когда случилось, да, то, что вы попали в эту яму, дальнейшие ваши действия, вы вызывали сотрудников, там, ГИБДД, может быть, Дорнадзор, там, еще какое-то? Да, да, безусловно, я оформлял это как ДТП с ямой, приехали сотрудники ДПС службы. И постараюсь, конечно, как-то судиться с тем, кто делал эту часть дороги, и почему, по каким причинам вообще там сняли новый асфальт. Ага, а вот... Ну, это было не обозначено. Когда сотрудники ДПС приехали, они не было такого, что приехали, посмотрели, рассказали, а, ну, у тебя, товарищ, тут дело с ямой, нам нету у нас второго виновника, все, мы развернулись и уехали. Или они спокойно отреагировали, как будто это рядовой случай? Договаривались с ямой и оформляли европротокол. Они абсолютно спокойно отнеслись к этому, потому что был еще и второй человек, который таким же образом попал в яму, и они оформляли это как ДТП с ямой. Да, действительно, очень странное поведение дорожников в данном случае, потому что уже не первый случай подобный, и я бы даже больше скажу, ни одно заявление уже в суде было рассмотрено, и есть определенная практика. Да, когда люди выигрывают, потому что здесь явное нарушение, и только вспомним вот случай на Гагарина, когда асфальт откровенно провалился под движущимся автомобилем. Да. Дмитрий, а в целом, как ты оцениваешь качество асфальта в городе Пскове? Качество асфальта в городе Пскове оцениваю, наверное, на твердую четверку, потому что дороги ремонтируются, с каждым годом все лучше и лучше становится, но есть вот такие вот нюансы, как скрытый асфальт. Нюансы, да. А скажи, почему не могут, на твой взгляд, подрядчики сразу качественно сделать покрытие? Это очень хороший вопрос, на который мне максимально сложно ответить. Я, честно, не знаю, по каким причинам они снимают, вернее, кладут, а потом начинают переделывать. Может быть, это, конечно, наша русская ментальность сделать так, чтобы это дело переделать. А может быть, когда пытаются живут сроки. А вдруг не провалятся, тут другой еще может быть вариант. Дмитрий, вам удачи, надеюсь, позитивно все решится, и вы отсудите деньги. Идите до конца. Спасибо большое. Всего доброго. Ну, вот так происходит. Мне кажется, я, конечно, не эксперт, но, как всегда, подрядчик дает одни сроки, потом в эти сроки не успевает, потом делает, чтобы сделать, объект сдать, и потом на переделку у него еще появляется время. То есть приходит комиссия, говорит, вот вам здесь переделать, вот вам еще два месяца. Подрядчик выдыхает, месяц опять ничего не делает, а потом такой заголовок хватается, и давай за месяц что-то переделать. Ну, кстати, я замечу, сегодня глава администрации Пскова Александр Братчиков собирал подрядчиков и как раз устраивал им разнос. По крайней мере, мне он обещал это сделать. Чем это закончилось, узнаем. Вы, во-первых, плохо делаете, а во-вторых, снимаете асфальт и оставляете надолго, никаких работ не производя. Надеюсь, это возымеет эффект. А у нас есть телефонный звонок. А у нас, да. Алло, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Николай. Откуда вы нам звоните? Псковский район. Так. Деревня Воронцова. Меня интересует такой вот вопрос. Я вот ехал в Струги Красные, а в Струг Красных до Женского монастыря. Так, ясно. Да-да-да. Извините. Вы знаете, дороги вообще нет. А там асфальт, простите, Николай. Да нет, в том-то все дело, что не асфальт. Так же, как и до нас. Не асфальт. А там грейдер не проходил. Вы представляете, что такое 40 километров ехать... Меня сбросили, да? Нет, нет, я вас слушаю. Нет, нет. Вы представляете, что такое 40 километров ехать со скоростью 10 километров в час? Это 4 часа, я посчитал. Скажите, ехали вы... Правильно, правильно посчитали. Может быть, в другие годы, года была такая же ситуация? Или это вот первый год, почему-то грейдер не прошел? Вы знаете, отдали подрядчикам. Отдали так же, как и наш Смоленец. От города Порхова до Смоленца. Грейдер ездит 3 раза в сезон. То есть май, июнь, июль, август. И все. Ну, август это уже перебор. Но это самое, 3 раза в сезон нет никакой дороги. Я у себя, я у себя даже в деревне Воронцова, я сам ухаживаю за дорогой, для того, чтобы она ходила. Хотя бы, чтобы можно было проехать. Вот вы говорили про внедорожники. С городу там приезжают, там внедорожники-то. Нет, вы знаете, у меня даже внедорожник начинает рассыпаться, хотя он ОАЗ. Казалось бы, был подготовлен к этим дорогам. Да, фундаментальный, он уже фундаментальный. Это вот основа основ. Но он даже начинает сыпаться. Почему? Потому что дорога вот такая вот. Николай, скажите, пожалуйста, есть ответ на этот вопрос? Когда мы ликвидируем проблему таких дорог проблемных? Я знаю этот ответ, но вам не скажу. Николай, спасибо большое за ваше мнение. Я думаю, до следующего четверга мы свяжемся с администрацией Строгокрасненского района. Мы попробуем узнать, что там, я так понимаю, это Ворошковский и Женский монастырь там, да? Да, да. Так, ну что? Я не был, но я сочувствую сейчас Николаю, потому что многие сейчас, оказывается, кто едет куда-то, сейчас на озера многие поедут, там на рыбалку и так, ну. Друзья, рассказывайте нам о дорогах, с которыми вы сталкиваетесь, проблемных самых участках. Так, 62-80-30, телефон прямого эфира. Друзья, а вы-то, ну, ездили по таким дорогам? Да, я ездила, мне, наверное, везет, что у меня очень маленькая и легкая машинка, и она в силу этого не успевает провалиться в какие-то большие ямы, она их просто проскакивает. Друзья, слушайте, я старался не ездить, и по городу сейчас я езжу максимально аккуратно, по городу сейчас особо тоже не разгонишься, больше 40, потому что ты стоишь либо в пробке, либо ты едешь по снятому асфальту, да, который вот буквально, ты едешь, перед тобой снимаешь, чтобы там положить. Ну, а знаки ты видишь, когда снят асфальт? Знаков там нет, я вижу оранжевые конусы, которые машины сбивают, пытаясь обогнать, но... И не ездишь ночью, видимо. Ну, не всегда есть знаки, где-то они успевают их ставить, а где-то, откровенно, знаков нет, и это такой внезапно. Просто здесь, как и каждое лето, нас уже приучили к тому, что 2-3 года подряд, каждое лето весь город, он в ремонтах дорог, и к этому надо, ну, относиться немножко, мне кажется, поспокойней, ведь все делается ради нашего счастливого дорожного будущего. Я поддержу Николая, про сельские дороги пару слов буквально скажу. Он говорит, что да, редко ходит грейдер, соглашусь, но еще проблема в том, что подсыпают эти дороги таким песком, который, вот как на улице ветеранов в опочке, быстро куда-то смывается. А может быть, это такой песок из песочных часов, который, ну, с любым данным, как в Сахаре, да, 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 а тут же надо с гравием, вот чтобы он держался. Понимаешь, есть вторая проблема, если ты насыпешь гравий, он полетит в стекла, и у тебя сразу же будут такие проблемы, что люди будут жаловаться. Вот я ехал, мне отскочил этот камушек в лобовое стекло, теперь у меня трещина, это дорого, все менять. А не надо гонять. Дорога о двух концах. И дистанцию держи. Друзья, может быть, мы с вами перейдем к теме, в которой нету ни ямок, ни кочек, ни плохих дорог. Где же это так? А это на воде. Тоже транспорт, но у которого, казалось бы, проблем меньше. Это на первый взгляд. Но давайте будем разбираться, друзья. Все дело в том, что с 26 мая возновилось регулярное водное сообщение с Талабскими островами. Мы не раз на Радио России Псков рассказывали, что идет ремонт причала в Толбице, ждут новые катера, все изменится и станет лучше и для местных жителей, и для туристов. А вот действительно ли это так? Да, и стоит сказать о том, что водный транспорт будет перевозить пассажиров четыре раза в неделю, это среда, пятница, суббота и воскресенье. И по имеющейся у нас информации, что совсем скоро появится еще до новых катера, и с октября будут они тоже курсировать. А вот правда это или нет, мы сейчас узнаем у первого заместителя главы администрации Псковского райана, Святослава Калинко. Да, добрый вечер. Да, здравствуйте, Святослав Альбомирович. Успели ли вы уже скататься на острова, скажите нам? Нет, к сожалению, я еще не успел. Ну, 26 числа у нас был первый старт, первый выезд катера на острова, и у нас ездила рабочая группа по ряду вопросов, в том числе и по движению катера, и по организации ангара для новой пожарной машины. И прививочную кампанию начали на островах, поэтому я думаю, у меня еще будет время в течение летнего периода доехать до островов и каким-то образом посмотреть проблемы, которые сейчас назревают. А вот этот вот катер, да, Талапс, как мы понимаем, сколько человек он в себя вмещает? А сейчас 10. А, то есть 10 человек. А ходит он вот среда, четырех, пятница, суббота... Это один рейс, получается. Один рейс. Туда-обратно? Туда-обратно, да. Нет, подождите, нет, у нас расписание вывешено и в соцсетях, и на сайте района. В день ходит он три рейса. Это удобно. А то я помню времена, когда уехал туда, и если сразу обратно не приехал, то на следующий день можно, по-моему, только добраться. Это так было раньше, в выходные дни. Сейчас мы добавили рейсов для того, чтобы людям было удобнее выезжать, потому что самая большая проблема – выехать с островов в выходные. Не хватает катеров, даже частных, чтобы всех вывезти, особенно когда хорошая погода. Вот скажите, не боитесь, что в сезон приедут к нам туристы, тем более по-прежнему нельзя куда-то за границу уехать отдыхать, и многие облюбовали Талапские острова? То есть не будет такой проблемы, что всем местным будет не доехать, потому что катера заняты туристами? Вы знаете, во-первых, у нас официально утверждены маршруты и расписания, поэтому катер по расписанию, конечно, возят и местные жители, и туристы, которые хотят уехать на нем, ну, именно по расписанию. И об этом уже местные знают, поэтому заранее приходят на катер, чтобы были места. А так у нас есть понедельник, вторник, четверг, эти дни, когда туристы могут зарезервировать катер, заранее обратившись к директору предприятия, и выехать на острова, посмотреть достопримечательность, а потом вечером спокойно на катере же уехать. Это можно сделать и в среду и в пятницу, ну, просто вот в те интервалы, когда вот у нас нет рейса. Когда увидим на воде два новых катера? Ну, к концу августа производитель обещает нам их поставить. О! Ага, как-то... А уже сезончик-то подзакончится, да? Ну, к сожалению, срок изготовления до 10 месяцев у нас в начале января были заключены, ну, подписаны договора, торговали мы в декабре. Ускоряем, конечно, просим, чтобы побыстрее предприятие нашим заказом занималось, но вот обещают пока к концу августа. Я вот думаю, надо малую авиацию развивать. На самом деле, смотрите в точку. У нас на территории Псковского района есть аэродром. В Серёдке, да. Да, в Серёдке. И владельцы аэродрома уже не раз поднимали тему организации посадочной полосы на острове Залит. Но, к сожалению, жители против. Они боятся ещё больше... А возможности там есть, да? Да. А почему они против? Благодаря рекоператору в том году была убрана большая свалка на северной части острова, и вот место, конечно, оно появилось. А местные жители причём против? Они хотят продолжаться? Они боятся нашествия туристов. Нашествия туристов боятся. То есть, самолётами прилетит их больше. Конечно, малая авиация там сразу по 100 человек. Так вот, два катера, насколько мы знаем, сейчас у вас объявлен конкурс, да? Имена подыскиваете катера? Да. Да, а какие-то варианты уже поступали? Ну, разные варианты поступают. Пока, конечно, немного подключаем сейчас и учреждение. Не, подождите, а Белов и Зали-то? Нефталапс, Блок и Зали-то. А и такого не было варианта. Виталий, ты сейчас просто инновацию сообщил. Ну, как можно привести пример таких местных названий. Да, Талавские полки есть такое название. Пётр Дёров. Это герой такой. А герой чего? Великой Отечественной войны. Это хорошо. Потому что насчёт... Или Лёдушка есть такое название. Из Эстонии причём прислали. Это уже такое что-то древнерусское. То есть, в принципе, граждане активно участвуют в выборе названий. И надеются, что следующим летом, следующим сезоном, уже целых три катера будут курсировать в этой экватории. Я думаю, что уже в этом сезоне они будут курсировать. Потому что мы обучаем капитанов на более такой класс, высокий класс судов. Поэтому мы надеемся, как только катера поступят, они начнут в течение месяца свои движения. А ещё вот такой быстренький вопрос. Два новых катера, они тоже будут на 10 мест или они чуть побольше? Нет, 32 места каждый катер. Почему и мы участвовали в международном проекте. Поэтому, конечно же, надо отказывать в приёме самолётов местным жителям. Больше людей можно было переводить, чтобы удовлетворить все потребности. А местные жители-то как относятся к дополнительной нагрузке? 32, это сразу 64 человека может приехать. И ещё 10. Да, и ещё 10 на Талапске. Это их... Ну, вы знаете, вы говорили про развитие туристического, внутреннего туризма. Вот прошлый год показал очень так основательно, что Талапские острова пользуются огромным спросом у россиян. Ну, потому что вода в бухте на острове Зале просто кипела в определённые дни из-за обилия катеров, частных, нашего... Потому что настолько было большое количество людей... Ну, местные жители волнуются из-за туристов. Почему? Из-за мусора, который они оставляют? Из-за того, что они вытопщат какие-то... Залезают в огороды и воруют яблоки? Да-да, из-за чего? Ну, в большей степени из-за мусора, конечно. Ну, и из-за поведения некоторых людей. Особенно остров Белов страдает, потому что приезжают люди и развлекаются, круглые сутки гудят. Ну, и вытаптывают растительность. Там очень много краснокнижных растений, поэтому и есть вопросы. Ну что, спасибо. Святослав Любомирович Калинко был с нами на связи. Первый заместитель главы администрации Псковского района. Ну, а теперь пришло... Можно вопрос у меня? Да, хорошо, Александр. А на островах нету там пункта полиции, Росгвардии, Дружеников? Есть пожарный пункт. Вот новую пожарную машину туда завезли. Все, вопросов больше нету. А теперь мы переходим к нашей постоянной рубрике. Вести с полей. В прошлой программе мы связывались с главой Выборгской волости, и поэтому сегодня я хочу начать нашу рубрику тоже как раз с новостей из Выборгской волости и пишет об этом Земляного-Ржевска. Администрация волости просит помощи в расчистке кладбища в деревне Богданово. Ураганный ветер, который был 18 мая, натворил там немало бед, и об этом стало известно вот буквально на днях. Сейчас расчисткой занимается администрация волости, но, как говорит глава, работа там немеренна, и поэтому просит помочь неравнодушных граждан. Будем надеяться, что такие обязательно найдутся. Ну что же, будем двигаться далее. Редакция газеты «Островские вести» сообщает нам про флешмоб под хэштегом «Библиотекарь шутит», насколько я понимаю, что... Дню библиотек, который сегодня празднует. Да, и этот флешмоб, он стал чуть ли не всероссийским. Да, запустили его наши региональные библиотеки, и уже присоединяются люди со всей страны. Библиотекарь рассказывает свои веселые истории. Например, Белезинская сельская библиотека Локнянского района добавила в копилку оригинальных запросов «Рассказы Полистовского есть, читателю нужны были рассказы Паустовского». Но я бы, кстати, не удивилась, если бы это была история из Бижанецкого района, где у нас Полистовский заповедник. Но вот, видимо, соседи тоже понабрались. Нет. Также библиотека «Родник» Псковская сказала, что как один читатель попросил выдать ему книгу «Прощание с матрёной», да, хотя это имелось в виду «Прощание с матрёной». А у вас какие-то были случаи в библиотеке интересные? Когда вообще последний раз были? Кто-то... Всё, задумались, ты понимаешь, Александр? Сложный вопрос ты нам задал. Я понял. Где библиотекарь вам не отмечать? Они закрылись. Я последний раз, по-моему, был в сельской библиотеке, которой, к сожалению, уже нет. Ну, а почему они закрылись-то? Почему ты не догадываешься? Нет, я догадываюсь, почему, но, по-моему, сейчас библиотеки открыты. Не везде, скажем так. В том здании, куда я ходил, она уже давно закрыта и переехала в школу. Ну, да, есть такое дело. Здесь, надо сказать, было бы желание. Но во многих районных центрах библиотеки живут, и даже в отдалённых деревнях они тоже есть, и жители туда ходят. Ну, давайте дальше. Вновь раз газета на улице Дзержинского, пишет эта газета, в прошлом году отремонтировали дорогу и завезли на тротуары землю с борщевиков. Но эко-невидаль. Землю с борщевиком и в Пскове завозят. Ну, как-то не очень приятно. То есть, дорога новая, а рядом борщевик колосится. В настоящее время подрядчик, который ремонтировал дорогу, начал работу по устранению борщевика. Интересно, удастся ли это ему. Потому что покос травы с борщевиком, но и опрыскивание, как тут написано. Потом же будет опрыскивание. Ну, и что? Это получится жёлтая пожухшая трава вместо газона. Виталий, там у подрядчика есть и дальше вариант. Если не поможет опрыскивание, то подрядчик проведёт замену земли. Я бы рекомендовал сразу начать с замены, потому что вывезти борщевик очень трудно. Но эта проблема стоит не только на улице Держинского, да, вот в дно. Но и в принципе. У нас даже где-то в центре города кто-то фоткал борщевик. У нас, как выезжаешь даже чуть-чуть на 300 метров за город, уже поля с борщевиком. И такая вся ситуация по области. Если подрядчику вот на улице Держинского удастся опрыскиванием победить борщевик... Пусть он расскажет всем остальным, как и чем он опрыскивал. Всё, но Нобелевская премия от меня лично. Газета «Вперёд! Пустошка» радует нас своими поэтическими заметками. Места есть затаённые и тихие дорожки, как с полотна художника, сошедшие в пустошке. Прекрасно. Ну, пустошка отвечает за литературную составляющую нашей программы «Завтра пятница». Что у нас ещё? На высокольнический край в Маевской средней школе последний звонок прозвенел для трёх выпускниц 11 класса. Собственно, девушек поздравить собрались все. И начальник управления района, и директор школы, и, конечно же, родные и близкие. Выпускницам желали успехов и найти своё место в жизни. Вот уж где точно социальную дистанцию соблюдали. Я вам так скажу. Давайте мы тоже присоединимся. Сто процентно. Анастасия Шетченкова, Анастасия Богданова и Олеся Мищенкова, мы вас поздравляем. Будет ли в этой школе следующий выпускной 11 класс? Потому что во многих есть такой вот перерыв. 11 сейчас выпускаются, пара человек, например, в Апочском районе, знаю, таких нескольких школ. А потом провал. Нет выпускников. И потом там, не знаю, в 3-7 классе где-нибудь. А, и ждём ещё, да, пока? Нет, но будем надеяться, что будут выпускники и выпускницы и выпускники. Вот так вот. Нам сказали, что в некоторых районных школах собирают с нескольких школ и делают общий выпускной. Это тоже вариант. Интересно. 5 июня Гдовский район присоединится к всероссийской экологической акции «Водолазная группа Добротворец». Дайв-центр Калипса проведёт очистку акватории «Озеро Зеркальное». Это пишет газета «Гдовская заря». Ну и, собственно, будут рады видеть всех желающих на этом мероприятии 5 июня с 11 часов на озере. Я надеюсь, станет потеплее. Это очень актуально, потому что вот «Озеро Зеркальное» в Гдовском районе у нас многие любят и туда ездят. А мусор не вывозят. Это очень сильная проблема именно на этом острове. А местные жители «Озеро Зеркальное» жалуются, что к ним ездят и не хотят видеть? Я думаю, жалуются. Когда там огромное количество мусора нарастает к июлю, есть на что пожаловаться. Ну хорошо, что есть «Водолазная группа», которая вот ответит за чистоту. Очень надеемся. Желаем ребятам удачи. От новостей мы переходим к музыкальной рубрике. Значит так, друзья, 28 мая, а это значит, что уже завтра традиционно свой праздник профессионально отмечают российские, кто? Правильно, Виталий, пограничники, да, несущие службу, кадровые офицеры, а также ветераны пограничников. Ну наконец-то, дождались. Дождались. Так вот, сегодня хотелось бы поставить песню именно для них, и долго мы выбирали много хороших композиций, но вспомнили тут, что есть у нас... Паравус умчится прямо на границе. Это не она, потому что это про призы в песне. Но есть у нас замечательный певец, который зовут Олег Газманов, который не раз доказывал свое право петь для людей в погонах. И в 2011 году, ровно 10 лет, у песни сегодня юбилей. Надеюсь, практически в этот же день. Да, да, да. Он как раз-таки и исполнил песню для всех российских пограничников, написав для них забойный хит «Пограничная за стола». Слушай. Пограничная за стола. Кому звезда, кому покой, кому-то слава. По гранзаставам, по периметру страны. Мы на чеку, мы в состоянии войны. С любовью вспоминаем, родной дождь. Вот, наконец-то, настоящая песня в нашей рубрике, скажут многие. Не просто издевательство над чем-то. Какое-то. Нет, здесь все серьезно, хороший очень текст и хороший исполнитель. Там звукорежиссер в прошлый раз. За пионеров. Поэтому мы и справились. Поэтому мы работали с другим звукорежиссером. Да, нет, мы поздравляем еще раз всех пограничников с наступающим вашим днем профессиональным. Да. И пускай служба у вас, как говорится, будет легкой. Ну и переходим мы к анонсам, расскажем, чем же можно заняться на выходных. Ну как чем? Завтра отмечаем День пограничника. Хорошо. Я предлагаю съездить в Печоры на концерт органной музыки. Кстати, да, состоится он 30 мая. Ансамбль музыки «Эхо радости». И там различные лауреаты международных конкурсов из Москвы приедут к нам и будут поражать нас своим талантом. Поэтому, друзья, начало 16.00. Кстати говоря, если будете в Печорах с детьми, то обязательно зайдите в местный музей. Там открылась выставка сказки Пушкина. Можно посмотреть на изображения всех героев, на какие-то костюмы. Детям будет очень интересно, тем более им вход бесплатный. Да, также стоит сказать о том, что 1 июня в День защиты детей на сцене Пушкинского театра выступит Вениамин Смехов со своей программой «Несерьезная исповедь». Там мы слышим стихи в исполнении Вениамина от известных авторов Маяковского, Северянина, Пастернака, Саши Черного, Бросского и многим-многим. Если вы не знаете, кто такой Вениамин Смехов. Я знаю. Вспомните Атоса из «Трех мушкетеров»? Да. Это, наверное, такая самая яркая... Невестаграфа де лефер. Пам-пам-пам. Уже спеть хочется. Для любителей спорта я напоминаю, что с 22 мая в регионе проходит чемпионат по футболу местный и играют очень много команд. 18 команд играет. Это вам не шуточки. И, например, получается 29 мая можно будет в Пыталово увидеть матч между Пыталово и Красногородском. Начало в 14.00. Я слышал, что в Пскове будет матч местных команд, корпоративный турнир по мини-футболу идет, и встречается, кто вы удумали, команда Горводоканала и команда Тепловых Сетей. Вот мне интересно, кто кого взгреет, а кто кого зальет. Замочит. Да. Что же, на этой, я думаю, агрессивной ноте мы закончим. Дорогие друзья, хороших вам выходных и пятница. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok